Привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем проходить Дон Кошмаров. В прошлой части мы начали, собственно, игру, прошли страшный пролог, во время которой я наронял пару кило кала в штаны, образно говоря. И теперь, собственно, приступаем. Дон Кошмаров 2. Но, насколько я понял, это уже не Дон Кошмаров, а какая-то дурка. Посмотрим, что она нам принесет. Здесь уже игру делали побольше людей, как я прочитал в интернете. И хвалит игру тоже, кстати, побольше людей, чем первая часть которой является. Это пролог, по сути. Масштабная работа, конечно, масштабная. Так, и первая часть. Мы в какой-то тюрьме. В карцере, похоже. Или это психбольница. Но суть в том, что Дверь открыта. Как обычно, все страшно. И мы... Так, мы дверь открывать не можем. Они закрыты. Опять у нас кто-то бегает. Так, понятно. Какой-то у нас был странный. А тут... Мертвый коп. Что же он тут делает? Видимо, он тут умер. Так. Опять темный коридор. У меня даже фонарика нет. Потихоньку двигаемся дальше. Текстура стены. Из оригинального Half-Life 2. Я ее узнаю. Так, а что это у нас за... Приемная какая-то, что ли. К психиатру. Но вроде как никого нет. Так. Тут в темноте у нас лужа крови. И, собственно, я вижу фонарик. Это хорошо. Да, фонарик это прекрасно. Так, мы открыли ту дверь. Нам, видимо, надо идти назад. Кто-то появился. Удивительно. В игре появился сюжет. И даже диалоги. Очень хорошо озвученные, я бы сказал. Ну, сейчас нам какой-то неизвестный посоветовал идти в кафетерию. Видимо, там у нас ждет какой-то сюрприз. Так, кто-то, блин, там мелькнул. И я уже опять не хочу туда идти. Так. Может, пока стулом его долбанем еще. Ютуб. А, блин. Так, я прохожу. Там кто-то такое ощущение, что эту коляску толкает, которая в магазинах, знаете, такая на колесиках для продуктов. Звук был именно такой. Да, вот у нас открылась дверь, и я вижу, что коп, на которую я почему-то сразу обратил внимание, теперь уже исчез. Куда же он мог деться? Следы крови никуда не ведут. Какой-то, блин, страшноватый, честно говоря, местный комендант. Так. Never lose hope hospital. Госпиталь. Никогда не теряй надежду. Не знаю, как это литературно будет. Даже не хочу вдумываться. Так, ну что, как обычно в хоррорах, туалет это самое стрёмное место. Если я сейчас туда зайду, что-нибудь страшно случится. Но мне нужно какое-нибудь оружие. Может, там что есть, как дюки, как антикакашка. Вроде нет. Ага. Вот. Вот теперь-то точно. Теперь-то, блин, мне... Честно говоря, я уже расхотел туда идти. Кафетерия. Хорошо, нам туда. Там нам всё равно взломать нечем. Мне, честно говоря, не охот туда. Там как-то странно свет дёргается. Так, ну что? Это, видимо, не оно. Придётся идти в этот тёмный коридор. Так, там завал. Чё творится? Чё произошло? Возможно, вам не так страшно, потому что, во-первых, не сами играете, а я играю глубокой ночью. И к тому же в наушниках. Теперь представьте, насколько мне стрёмно играть в эту игру. Так что в комментах не пишите, что я бояка там или что-нибудь такое. Просто ночью реально жутковато в неё играть. Особенно в таких местах, вот тёмных и просторных. Так, ну что? Кафетерия, вот она. Нам сюда говорили идти. Тут у нас, собственно, кухня. И что? Вот мусорка. Ага, топорик. Топорик – это хорошо. Почти так же хорошо, как монтировка. Так, тут у нас дохлый повар. Ты шевелился или что? Так, надеюсь... Блин, да ведь наверняка ты встанешь, да? Ух ты, твою мать! Скотина! Я ведь ожидал, и всё равно испугал. Так, идём дальше. Надеюсь, ты больше не встанешь. Так, ну у нас есть топорик. Это уже радует. Коляски, как в Сайлент-Хиле. Я туда всё равно не хотел идти. Честное слово. Теперь я хочу туда. Ладно, пойдёмте. Я примерно понимаю, где ориентируюсь, и сейчас нам идём назад и разломать ту штуку. Проход. Да. Но выбора нам не оставляют. Что у нас тут? Тут у нас завал. Радио, по которому, видимо, с нами свяжется опять этот хрен. Неизвестный. Анонимус. Давайте подойдём. По крайней мере, хорошо, что нам кто-то помогает. По крайней мере, хорошо, что нам кто-то помогает. В прологе там вообще какие-то виллы были. Извиняюсь. Так. Ну что? Течка нам не нужна. Мы с этим поваром справились. Так. Нам, видимо, сюда. Я надеюсь, пол не провалится. У меня уже боязнь проваливающихся полов. Так. И что? Это вентиляционное помещение. Наверняка, тут есть какая-то опасность для жизни. Так. Ну ладно. Давайте заберёмся. И будем пробираться дальше. Собственно, куда дальше-то? Так. Хорошо полдела сделано. А тебя, видимо, можно двинуть сюда. Всё понятно. А теперь прыгаем сюда. И вентиляция. Я уже чувствую, что ничем хорошим не кончится. Опять нароняю кирпичей. Но выбора у меня нет, поэтому придётся идти. Только не гаснем. Ну ладно. Тут я даже не испугался. Это было ожидаемо, честно говоря. Так. Я вижу очередной контрольно-пропускной пункт. И там кровищ. Это плохо. Да, я узнаю это место. Мы оттуда вышли. Тут я посмотрел, решил пойти туда. И как-то мы, короче, оказались поверху. Прошли тут. Сейчас мы, видимо, откроем и пойдём туда. Интересно всё же, где это мы? И как мы тут оказались? И кто это с нами разговаривает? И почему я так много вопросов задаю? Так. Ну что? Да, вот рычажок. Сейчас я его нажму. Давайте посмотрим, кто... Дивизию вашу. Что ж произошло-то? Так. Ну, по крайней мере, дверь открылась. Тут пистолета нигде не лежит. Кто это такие мёртвые охранники? Какие-то призраки, что ли, были? Ну, хорошо. Я даже не испугался. Ну, пока что она, конечно, больше такой сюжетный хоррор, напоминает типа Фира. Не так тупо пугает выскакивающими зомби, как первая часть. И что отрадного, они нарисовали свои модели, в отличие от пролога, где бегали монстры из второго халплайф, по идее. Тут уже всё своё. Ну, кроме, собственно, физики, движка, конечно. Так, я знаю, что сейчас что-то опять там случится. Но какой у меня выбор? В случае опасной ситуации, разбей стекло. Ага, и получи БМ. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, ладно, ты уже не такая страшная. Это момент практически один в один с Пиджин, извиняюсь, украден из второго или первого хира, я не помню. Там тот же самый момент с лифтом был. И точно так же она появлялась. Ну, это, конечно, плагиат, но для некоммерческого проекта простительный. Но, по крайней мере, я в первый раз не испугался. Сейчас она опять появится. Это уже будет не смешно. Так, ну ладно. Загрузки. И мы едем куда-то наверх. Так, chapter 2. Собственно говоря, на этом я закончу первую часть. Уже вторую часть, вернее, нахождение. Сейчас, только поспокойней станет. Хорошо. Ну, все умрем. Так, ну ладно. Нет. Блин, дадите мне закончить. Твою мать, что происходит? Блин, откройте дверь. Откройте дверь. Ну, охренеть. Так, короче говоря. На этом я заканчиваю вторую часть прохождения дома кошмаров. Хотя тут уже не дом кошмаров, а какая-то, честно говоря, черное мясо. Но, тем не менее, это все круто. Но я заканчиваю очередную часть. Комментируйте, ставьте пальцы вверх. Увидимся в третьей части.